Здравствуйте, мои дорогие подписчики, здравствуйте, зрители моего канала. Сейчас у нас будет общий торопрогноз карта дня на 11 июля для каждого знака зодиака. Уже давно есть на моем канале прогноз на июль, есть уже даже на август общие торопрогнозы. Смотрите, пожалуйста, плейлисты август, июль, ну и каждый день карта дня. Спасибо вам за ваши лайки, комментарии и за подписку. Благодарю. А сейчас первая у нас, естественно, полная карта дня на 11 июля. Рыцарь Жезлов. Это такой день, прямо знаете, полный энтузиазма, энергии, дел, задач, поезда, командировок, передвижения. У вас все будет, все получаться, вы будете хотеть, много будет энергии. Вперед. Для девушек может означать в такого очень даже огненного знака огня рыцаря, который вот пришел, увидел, победил. В общем, как-то так. Так, следующее у нас тельцы. Одиннадцатое число июля месяца. Майя, я все смогу, я все сумею. Молодцы, тельцы, вперед. Удачи на вашей стороне. Действуйте, переходите к действию, ведите за собой людей, манипулируйте, у вас получится. Контроль, движение, цели, какие-то идеи. Будет как, будет с кем, будет с чем. Вы сможете идти вперед и добиться своего. Дерзайте, не сидите на месте. И еще, может быть, рядом с вами такой король тоже, очень такой энергичный, может быть, знак огня, который вот такой может быть и манипулятором, и очень уверенный себе человек, который любит контролировать, умеет действовать, умеет, ну, как бы, организовать людей. Вот такой вот король может быть рядом. Следующий у нас Близнецы. Аркан для вас на 11. Споменяю колоду, что мне тянет поменять. Так. На 11 июля. Близнецы. Победители. Это у нас шестерочка жезлов. Вы на коне, вас заметили, вы победили, вы заслужили победу, награду, заслуженная награда, то есть, может быть, и повышение, и получение денег, и по службе, и премия, поездка приятная, путешествие, получение хорошей новости. В общем, замечательный Аркан. Близнецы вперед. Так, наши раки. Аркан для вас на 11 июля. Сила. Сдерживайте своего зверя, раки. Не ругайтесь, не скандальте, проявляйте доброту, добродушие, чувство такта, мудрость. Если нужно будет настаивать, настаивайте мудро. Не нужно ни с кем ругаться в этот день. Постарайтесь держаться и понимать других людей, их ситуацию, почему они так поступили. Еще, возможно, примирение с кем-либо, если вы с кем-то в ссоре. Замечательный день для примирения. Так, наши львы и львицы. Наши цари зверей красивые. Наши большие-большие кошки. Львы. Ой. Это у нас королева жезлов. Ну, львы, вперед. Профессиональный успех. Лидерские способности. Дел много, задач много, энергии много. Все будет получаться. Ну, для мужчин, возможно, встреча с дамой. Дама может быть знака огня. Очень интересная, красивая дама. И энергичная, и любит себя. То есть, в этот день я вам тоже советую. Любите себя. Девы. Так, наши девы. Карта дня на 11 июля. Девы. Девы Мах. Замечательный Аркан Старший. Вперед, девы. Все в ваших руках. Удача будет на вашей стороне. Двигайтесь. Можете даже, ну, именно, организовать и людей. У вас все будет. Возможности. Где, как, с кем, что, что делать. Вперед. Продвигаться. Делать. Уверенность в себе. Лидерские способности. Манипуляция людьми даже. Все у вас это будет. Еще может быть рядом с вами быть в этот день. Король. Он может быть знака огня. Очень уверенный себе человек. Вот такой лидер и манипулятор. И человек, который любит все контролировать. Вот так вот и то. Все остальное, что я уже говорила. Весы. Карта для вас на 11 июля. Ой. Это у нас девяточка чаш. Девяточка чаш. Замечательный Аркан. Когда вы добьетесь в этот день своего, того, что хотели, добьете желаемого. Будете довольны собой. Самодовольны. Захотите даже отдохнуть, порадоваться. Что-то себе, может быть, купить. Куда-то поехать. Еще может карта говорить для девушек незамужных о предложении руки и сердца. И так же может означать, когда человек не хочет ничего менять. Когда человека все устраивает. Когда человека устраивает нынешнее положение вещей. Так, следующий у нас скорпиончики. Наши красивые скорпиончики. И для вас звезда. Замечательный Аркан. Все у вас получится. Вы достигнете желаемость. Помните какая-то, может быть, даже ваша мечта, желание. Может, кто-то к этому долго шел и мучился из-за этого. Вы будете сверкать, сиять. Может, кто-то на сцене. Кто-то даже дома или на работе, или в интернете. Ясность, понимание, что делать. Дальше. Решение вопроса. Для мужчин может означать встречу с дамой очень красивой. И так же карта звезда говорит о том, что прощение – это удел сильных. Так что, может быть, это в личном плане. Может быть, вам нужно будет кого-то простить за что-то. Стрельцы. Одиннадцатое число. Июля. Двоечка мечей. Невозможность сделать выбор. Какая-то нерешительность. Какая-то, знаете, вот какой-то вопрос очень сложно будет что-то выбрать. Что-то надо будет решать. И не нужно закрывать на это глаза. Если ситуация так сложилась, нужно выбрать, открыть глаза. Отложить все. Истерики остальное. И нерешительность отложить. И решить этот вопрос. Не нужно его откладывать. Нужно просто еще раз над ним подумать. Не откладывайте. Козероги. Наши красивые козероги. И козерожки, конечно же, красивые. Так, 11 июля. Что такое? Колода вся перемешалась. Чаши, чаши. Такая пятерочка. Чаши. Что-то или кто-то вас может разочаровать. Опечалиться. Можете вдруг распереживаться. Да, что-то может действительно такое быть, о чем вы уже давно переживаете. Но обычно по этой карте это проходит. То есть тут нужно отдохнуть. Перезагрузиться вам. Отдохнуть вам нужно. Вот, пуск отдохнуть нужно. Так, ладолейчики наши. Карта для вас. Красивые ладолейчики. Карта на 11 июля. И тут у нас король мечей. Решительность, деловитость. Знаете, такой день справедливый, деловой. Принятие решений. Много дел, много задач. Возможно, обращение к специалистам узким. Может еще рядом с вами быть такой король. Он может быть знаком воздуха, который очень деловой и справедливый. К которому, да, можно обратиться. Но он, если вы не правы, он вам скажет. Очень справедливый король. Деловой. Так, колода, да, перевернулась. И следующие наши рыбольки. Наши рыбы-рыбольки. Аркан для вас на 11 число июля месяца. Рыбки. Замечательный аркан. Десяточка чаш. Это счастье. Это праздник. Это веселье. Это окончание какое-то. Очень хорошее окончание чего-то. Это свадьба. Это веселье. Это хорошая гармония. Это хорошее отношение. Это может быть и в коллективе. И в доме. И на работе. И в доме. То есть, хорошее отношение. Гармония. Праздник. Свадьба. Замечательное окончание какого-то периода. Так что, рыбки, приятного вам 11 июля. Вот такой прогноз получился для всех знаков зодиака на 11 июля. Всего вам хорошего. До встречи на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok